Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В ходе заседания была обсуждена общая ситуация правительства Западной Армении. Первый президент Западной Армении Арменак Абрамян рассказал о порядке и хронологии организации церемоний поминовения жертв кинацида, совершенного против армян. Члены правительства предложили проекты, к которым в ближайшее время обратится государственное телевидение Западной Армении. Учитывая тот факт, что власти Еревана готовы передать несколько территорий Армении властям Баку, был предложен законопроект правительством Западной Армении, основываясь на следующих принципах. Статья 1 и 55 Устава Организации Объединенных Наций, Декларация прав коренных народов, права армян Западной Армении, Декларации, Конституция Республики Западной Армении, предисловие к пункту 15 Отношения с Республикой Армении Восточной Армении. Статья 1. Все территории, которые были переданы Азербайджану 9 ноября 2020 года или будут переданы в будущем, являются составной частью территории Западной Армении, согласно Конституции 1920 года. Фактически признанного государства Армении 19 января 1920 года, 11 мая 1920 года Армения признана де-юре государством в дополнение к различным двусторонним признаниям с бесчисленными нациями на протяжении всего года. Статья 2. Армяне, проживающие на этих территориях, являются неотъемлемой частью коренного армянского народа Западной Армении и, следовательно, имеют право обращаться к правительству Западной Армении за получением гражданства Западной Армении. Статья 3. Республика Западной Армении фактически признает право армянского населения на реинтеграцию как проявление реализации права на самопределение. Статья 4. После ратификации этот закон будет включен в Конституцию Республики Западной Армении. Предисловие к главе 15. Статья 5. После ратификации этот закон будет опубликован в официальном бюллетене Республики Западной Армении. Президент, члены правительства и депутаты Национального собрания парламента Западной Армении сочли принятие этого закона историческим фактом для Армении. Президент Республики Западной Армении Лития Маркусян, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, заместитель министра иностранных дел Республики Западной Армении Бартан Симонян в воскресенье 21 апреля 2024 года в 12.00 у памятника Хачкара Апостольской церкви в Женеве приглашают принять участие в церемонии поминовения жертв геноцида, совершенного против армян. Организованный Национальным советом Западной Армении после злоупокойной мессы, отслуженный священником Гусаном Алджаняном. Адрес площадь Армении 1256, швейцарский Труанекс. 10 июля 1908 года. Революция молодотурок. В Османской империи все больше зрела идея избавиться от кровожадного султана. Возникли группировки, целью которых было потопить султанские порядки. Постепенно объединяясь, группировки превратили в движение, получившее название «Молодые турки». Вскоре молодотурки создали свою партию под названием «Иттихат-Ветераки» по армянски «Единение и прогресс». В результате государственного переворота молодотурок в июле 1908 года султан Абдул-Хамид II был лишен власти, а в 1909 году был свергнут. Молодотурки вышли на арену в 17 веке под провозглашенным французской революцией лозунгом «Свобода, равенство, братство». Все народы империи, мусульмане или христиане, с радостью восприняли свержение Красного султана. Люди думали, что в истории Османской империи началась новая эра. Как свидетельствует Муса Пренс, ликущие армяне-турки-греки обнимались на улице. Но, как очень скоро выяснилось, молодотурки были националистами в масках, продолжавшие политику преследований массовых убийств своих предыдущих султанов. Они были носителями идеи ассимиляции всех народов империи и создания чистой турецкой нации. Считая, что ради реализации этой идеи нельзя останавливаться даже перед массовой резней. Всего через год после переворота молодотурок в апреле 1909 года турецкие националистические элементы настроили толпу в киликийском городе Адана против армян. Через несколько дней вмешалась и турецкая армия. Резня из Аданы распространилась и на другие армяно-населенные районы Киликии, от Мараша до Кесаба. В некоторых населенных пунктах армяне прибегли к самобороне и смогли спастись. Резня прекратилась только через месяц после того, как армяне понесли потери около 30 тысяч человек. У армян с воодушевлением воспринимающих молодотурецкий переворот впервые возникли серьезные сомнения и разочарования. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы российские солдаты, российское ФСБ или любые другие российские правоохранительные органы находились на вашей территории, это ваше суверенное решение. Об этом заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Питер Стану, журналистом свободы в Брюсселе. На вопрос, ставится ли вопрос о выходе Восточной Армении из возглавляемой Россией альянсов для укрепления отношений с ЕС, Стану ответил, ЕС не является тем игроком, который может заявить, что если вы хотите работать с нами, вам придется отказаться от всех других партнеров. Домашняя работа, установленная для Армении, была в большей степени направлена на продолжение реформ. Мы говорим о сближении Армении с ЕС в политическом и экономическом плане. И это, конечно, включает в себя работу над реформами и укреплением демократических институтов, конечно, необходимыми экономическими реформами, обеспечением верховенства закона, борьбой с коррупцией. В этих вопросах Армения проделала огромную работу, что было высоко оценено. Но, конечно, существуют проблемы, которые еще предстоит решить. Что касается отношений с Россией, то ЕС не является тем игроком, который может заявить, что если вы хотите работать с нами, вам придется отказаться от всех других партнеров. Мы выступаем за инклюзивное сотрудничество. Если вы считаете, что в ваших интересах важно или хорошо, или выгодно иметь какое-то сотрудничество с Россией, то вы можете его продолжать. Если это не противоречит политике ЕС, например, нашей политике санкций. Таким образом, если вы устанавливаете более тесную связь с ЕС, это не означает, что вам следует сокращать свои связи с любыми другими партнерами. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы российские солдаты, российское ФСБ или любые другие российские правоохранительные органы находились на вашей территории, это ваше суверенное решение. Мы не говорим, что если вы хотите получить от нас больше, вы должны избавиться от русских. ЕС так не работает, отметил Питер Стану. Баку в ближайшее время готовится заселить оккупированные Шуши. Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом заявил специальный представитель Алиева в Шушинском оккупированном районе Айдын Керимов. Отмечается, что через 1-2 месяца жители начнут возвращаться в оккупированные Шуши. Строительство первого жилого комплекса из 23 домов приблизится к завершению. Вероятнее, размещение будет приравнено к 9 мая. Так как в мае 1992 года произошло освобождение Шуши и формирование армии обороны Республики Арцах. Это очень вероятно, так как азербайджанцы очень любят символику. Армянский Шушин на протяжении многих лет был и остается одним из важных столпов армянской идентичности. И сегодня, несмотря на то, что Шушин находится под контролем Азербайджана, он должен быть одним из важнейших символов армянского возрождения. В музее Института Комитаса состоялось открытие выставки. Выставка посвящена использованию тростей в армянском и французском музыкальном искусстве, в частности, изготовлению духовных инструментов. Были представлены исторические факты о применении тростника, поднятый ряд проблем, связанных с ремеслом мастеров-музыкантов и деятельность музыкантов-исполнителей как в Восточной Армении, так и во Франции. На мероприятии присутствовал посол Франции, Восточной Армении Оливье Дикантини и прочие. По словам директора Музея Института Комитаса Николая Костандяна, выставка «Еще один повод коснуться многовековой армяно-французской дружбы, культурного диалога, музыки, мастеров, роли Франции в жизни Комитаса и продолжения традиции». Это еще одна возможность привлечь всеобщее внимание к музыке, тому, как она создается, каким образом изготавливаются музыкальные инструменты и как они используются в нашей жизни. Выставка будет открыта для публики до июня. В рамках выставки будут проведены лекции и образовательные программы. Из завершения новостей послушаем песню «Нубаш». Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!